В стихотворениях Николая Рубцова много искренности, душевности, нравственной чистоты и других общечеловеческих качеств. Особую ценность коллекции представляют прижизненные издания Николая Рубцова. Все книги снабжены владельческими знаками, указывающими на принадлежность экземпляра конкретному коллекционеру, и документы сопровождаются шрифтовыми и художественными экслибрисами Сергея Алексеевича Лагерева, автографами, дарственными записями, пометками предыдущих владельцев, друзей, знакомых, литературных критиков и коллекционеров. Все это позволяет увидеть историю книги. Среди изданий в коллекции копия первого машинописного поэтического сборника «Волны и скалы», вышедшего в 1962 году. Эту копию делал сам издатель со своего первого экземпляра для друга детства Рубцова Ивана Серкова, который передал эту книгу коллекционеру Сергею Алексеевичу Лагереву. На нашем экземпляре есть дарственная надпись «Лагереву Сергею в память о Николае Рубцове и встрече с тобой, Иван Серков», а также владельческая печать коллекционера. Дорог сборник тем, что составлял его автор, а отпечатал книжку ленинградский литератор и друг поэта Борис Тайгин. В то время из-за цензуры и других обстоятельств, как вспоминал Борис Тайгин, многие талантливые люди писали в стол. А хотелось бы сохранить подлинные, авторские, без цензуры тексты стихов, чтобы будущее поколение не ошиблось в оценке того или иного поэта. Знакомство Бориса Ивановича с Николаем Рубцовым состоялось 6 мая 1962 года, и через несколько дней началась кропотливая работа автора и издателя. Первоначально планировалось в сборник включить 52 стихотворения, но поэт несколько раз вносил изменения. Одни стихи убирал, другие добавлял, затем возвращал предыдущие стихи, но уже с изменениями. Издателю приходилось многократно перепечатывать готовые страницы. К 7 июля был готов чистовой вариант из 35 стихов. Автор дал название «Волны и скалы» и объяснил, что «Волны» означают волны жизни, а скалы – препятствия, на которые натыкается человек своей жизни. 13 июля 1962 года был счастливейший день автора и издателя. На столе лежали первые шесть экземпляров сборника. На обложке указано «Ленинград, Бета, 1962 год». «Бета» означает «Борис Тайгин». Четыре экземпляра Борис Тайгин вручил поэту, а два оставил себе. Поэт писал, сборник «Волны и скалы» – начало, и как любое начало, стихи сборника не нуждаются в серьезной оценке. Хорошо и то, если у кого-то останется об этих стихах доброе воспоминание. А с данными книгами вы можете познакомиться в Сургутской городской библиотеке имени Николая Михайловича Рубцова.